друзья всем привет сегодня по вашим многочисленным просьбам как выглядит черновой ремонт и сколько он стоит этот один из часто задаваемых вопросов на какой стадии он заканчивается когда а вот а если у меня вот так а если у меня вот и так поэтому давайте сделаем самый простой обзор с ценовой политикой то есть давайте с чего начнем первая площадь 53 квадратных метра квартира планировочка у нас в принципе практически обычная но есть есть одно маленькое но вот здесь у нас есть косой переход в спальню здесь будет большой шкаф сейчас уже сделано подготовочка под плитку и если что вы можете увидеть сейчас сделана гидроизоляция всего пола потому что чаще всего мы что делаем гидроизоляцию коридора гидроизоляция 2 санузлов и гидроизоляция кухни но но ребята хотели заработать быстро денег соответственно бахнули даже в спальне поэтому если вы перевернете ведро с водой когда будете мыть полы в общем спите спокойно все четко смотрите вот вот так выглядит примерно черновой ремонт но у нас здесь стены уже пошпаклеванные а раз они уже пошпаклеванные значит шпаклевку мы сделали в процессе так как у нас здесь черновой был заключен договор на черновой этап то потом мы пришли уже на чистовой заказали плиточку кстати вот можно увидеть сейчас какая плиточка вот сейчас наш плиточник артурик калибровал всю плиточку перемерил уже все по стопочкам разложил уже даже даже сделал вот такую приблуду для того чтобы делать вести плоскость и мазать под гребеночку очень интересное изобретение я как инженер вообще такие вещи люблю так но проверили перепад после полусухой стяжки в принципе человек пришел подготовлено очень интересно конечно наблюдать за работой профессионалов знаете это отдельный вид искусства пришел проверил все прогрунтовал вот вы не можете сейчас запах грунтовки за запах вот новой квартиры ощущается уже сейчас так вот обычно обычно все заканчивается на штукатурке когда сделана штукатурка вот это и есть черновой ремонт гидроизоляции пока нет и не шпаклеванные стены вот стоят подрозетники все уже разводка электрики готова кстати кстати электрика это тоже работу гагика знает все лазаревская это прям поверьте лучше этого электрика я еще работу в лазаревском точно не видел это человек просто художник своей работы так что и он работает у нас так что друзья это хорошая новость для всех кто любит красиво сделанную электрику так теперь цены ценовая политика по черновому ремонту черновой ремонт стоит на данный момент 10 тысяч рублей это стоимость всех работ которые здесь произведены канализация водоснабжение теплые полы стяжка штукатурка откосы практически все что не входит допустим в такой бюджет в принципе наверно не входит только два как как мы всегда говорим это трассы кондиционера вот она этот раз это не кондиционер как многие путают это трасса кондиционера кондиционер будет ставиться потом и этот потом будет опять же а за отдельные деньги потому что многие путают благоустройство с ремонтом это совсем разные вещи есть такие понятия как ремонт под ключ и квартира под ключ вот квартира под ключ это когда вы зашли у вас висит телевизор кондиционеры шторы кровать стоит вот это называется квартира под ключ сантехника все зеркала а ремонт под ключ это у вас голые стены двери розетки выключатели полы плентуса потолок вот это ремонт вот и это надо не забывать чтобы вы понимали все вот вот эти тонкости это знаете самое плохое что ремонтники этим пользуются и они разговаривают про одно обещают одно а в оконцовке потом просто вытягивают деньги уже ну это к сожалению так везде а в сочи ну на это большой спрос потому что все хотят дать хорошее коммерческое предложение и при этом потом чуть-чуть чуть-чуть схитрить ну так таким образом поэтому вот много людей которые задают вопросы и видео это сейчас о том что сколько стоит так еще разочек ремонт черновой работа стоимость десять тысяч рублей 13 тысяч рублей стоимость это квадратные метры 13 тысяч рублей это стоимость всех материалов хорошего качества которые здесь есть обратите внимание вот давайте начнем сразу это это бра это провод на бра обратите внимание что я вот сейчас его как бы сгибаю вот для того чтобы показать насколько он жесткий и если взять такой же провод китайский то он вот так выглядит уже не полтора а два с половиной то которые мы на розетке берем а то что мы берем на розетке он он просто вообще вот обратите внимание просто ребята шпаклевали вот это два с половиной то есть насколько он толстый он очень толстый и сечение у него и сечение у него очень плотная и очень хорошая многие спрашивают как как вы допустим материал же подорожал типа как вы получаете скажем так как вы выходите на ту же сумму если материал подорожал давай давай я сейчас покажу потому что я стараюсь закупаться заранее то есть особенно такие вещи как электрика это сам одна из самых дорогих вещей поэтому мне приходится мне приходится выкручивается из этой ситуации только одним способом это просто покупая заранее только так мы сможем держаться на плаву то есть иначе придется тогда свои обязанности делать уже некачественно то есть вот сейчас материал подорожал где-то ну порядка двухсот пятидесяти процентов что это значит это значит что у нас наш ремонт точно также дорожает и материалы дорожают ну в арифметической прогрессе если у нас раньше стоил там год назад там 15 тысяч рублей работа полностью да то сейчас она стоит уже 19 и опять же эта тенденция которую вы сами понимаете она от нас не зависит то есть приходит в данном случае плиточник да и говорит я по этой цене не хочу работать ну что надо надо переодеваться тогда и делать самому наши договора подписаны уже то есть меня джишка не уже никто не будет на переправе поэтому отсюда и сюрприз не очень хороший слава богу что у нас еще материал был правильно вот правильно сен кивает правильно вот легкое отступление было и давайте еще закончим есть еще третья цена которую вам нужно запомнить это цена за подъем и вынос мусора то есть это называется таки релажные работы которые стоят тысячу рублей за квадратный метр в принципе ценник небольшой при условии если на каждую квартиру на каждую квартиру в 34 квадратных метра порядка 13 тонн материала заносится то есть можете представить но это очень большие умножьте 13 на 13 тонн хотя бы на полторы тысячи без вообще мелких запчастей и без мусора 15 квадрате это получит 225 это я сейчас помню то есть двадцать две с половиной тысячи это только то что нужно занести из 34 поэтому остается вы нас мусора и какие-то мелкие детали форс-мажоры но вы же нам приносите не только материал но потом и технику потом и это то есть и мы молча их просто заносим чтобы лишний раз скажем сделать вам какой-то маленький бонус который мы со своей стороны можем сделать вот теперь давайте почитаем в итоге сколько что стоит в общем 10000 рублей это стоимость работ 13000 рублей это стоимость черновых материалов 1000 рублей подъем все то есть ваша сумма получается на заключение договора 24000 рублей квадратный метр туда включено все кроме трассы кондиционера и вывоза мусора на этом я думаю все если у вас остались какие-то вопросы ну я думаю лучше звоните пишите что вы получаете в итоге мы только что быстренько вам провели маленький вот такой обзорчик потому что следующая стадия вот этого ремонта это уже чистовой то есть а чистовой начинается с чего со шпаклевки из гидроизоляции почему мы не можем допустим сделать на черновом шпаклевку как делали это раньше объясню потому что черновой делается 6 месяцев к примеру 66 недель а допустим между шпаклевкой и штукатуркой период высыхания там порядка месяца то есть месяц я уже не могу получается шпаклевать чтобы добиться качества вот вам и ответ так что друзья опять зацепился в общем если будут вопросы звоните пишите в принципе если что то есть сказать комментируйте ставьте лайки дизлайки в общем в любом случае любая реакция она ценная так что я с вами прощаюсь всего доброго пока пока